Добрый день! Здравствуйте, уважаемые блогеры! Сегодня 28 июня 2017 года. Блогер из Перми, сотрудник КГБ, бывший социальный сработник Бессонов, Сибирь. Ну, вы знаете, вот сегодня показывали по телевизору сюжет. Владимир Путин приехал в Ижевск к женщине, которая живет в бараке. Ну вот, Вова, я тебе хочу сказать, вы меня прости, конечно, я тебе буду на ты, потому что одно дело разводить бандитов, взрывать спящих граждан дома на выборах, фальсифицировать выборы, а другое дело строить, лечить, учить, создавать науку, космос и так далее. Ну, не способен ты управлять, Вова? Не способен, успокойся. Есть такая русская пословица, не можешь срать, не мучишь жопу. Значит, что касается советских годов, вот говорят, что советские годы доставили. Советские годы строили предприятия. Молодому специалисту ты обязан был в течение трех лет предоставить жилище, жилье, квартиру, общежитие и так далее. Прокурор за всем этим следил. Молодого специалиста ты обязан был трудоустроить и так далее. И не дай бог, так сказать, что-то где-то натворил, не дай бог в тюрьму сел, с тебя, с трудового коллектива, с руководителя предприятия, никто не слезет. Если ты, не дай бог, не дал и что и так далее. Все это рухнуло в эти ельцинские годы, когда ты бегал там, разводил в Питер и, так сказать, с друзьями там гурбанил и так далее. Все это было разрушено. Поэтому жилищный фонд, конечно, обносился. Сейчас 50% населения живет в тех условиях, в которых живет эта женщина. Проедить по малым городам, не городам-миллионникам и в Москву, а проедить по малым городам, районным городкам. И ты ужаснешься. Вова, там ничего не строили все эти 30 лет. Ничего. Там люди живут в ужасающих условиях. 70% живет на 10-15 тысяч в месяц. 70% Вова. Поэтому, ну что ты из себя. Ну они тебе натянули этот рейтинг. Они добрые, умные люди, светлые. Так сказать, понятно, что после чумы, это ельцинская, это беззаконие, этого кошмара, понятно, что ты хоть за пенсии начал платить, так они и на том рады, так сказать, и так далее. Крохи им подбросил и так далее. Хотя ни вклада не восстановили, ничего не восстановили. Не квалифицировали действия по приватизации на киноцид. С мафией не борются. Хотя со временем Горбачева мафия расцвела. А он посмотрит, что творится, так сказать, вся приватизация и так далее. Ведь ты же угробил всю систему безопасности. Угробили. Он у нас, я уговорил, дети там все. Там никуда не кости. Ребенок, дитя, ребенок. Но это разве система безопасности? Все безопасно, это будет нормально. И те ребята с производства, из армии. Чтобы палец сунул, он тебя откусил его, понимаете? Что все нормально? Нам зачем нужны эти детишки блатные? Нам нужны нормальные системы безопасности нужны. А не этот, блядь, публичный детский дом, блядь. И так далее. То же самое в МВД. МВД вообще нет. То есть в 90-е годы там, что они банда возьми. Там обязательно кто-то был сотрудник Милиции. Они покрывали там всю эту мафию. Всю мафизацию, которая в 90-е годы пошла. Они покрывали. Водку с ними пили и тогда. А я не пил. Я нахуй посылал. И начальство посылал. И все это было в соответствии с законом. И так далее. Я хороший парень. Я не профессия. Я не хороший человек. Никогда им не был и не буду. Поэтому он не способен управлять. Вова, ну что еще нужно сделать? Ну, женщина, она рада. Потому что впервые за столько лет к ней кто-то пришел из чиновников. И хоть что-то ей дал. Понимаете? Была уникальная правовая система. Вот те старые дедушки, над которыми смеялись, да? Да, Суслов, может быть, и проспал политическую реформу. Я согласен. Но его окружение. И Косыгин, и Брежнев, и Устинов там были. Все думали только об одном. Об армии, стране, о производстве. Был уникальный директорский корпус. Уникальный инженерный корпус был. Все, и армия была. Офицерский корпус был великолепный. И так далее. Все было. Все это потеряли. Ничего этого нет. Вот формально говорят, там, генерал и так далее. Он Шойгу, как он послучил Шойгу? Генеральское звание. Да очень просто. Ельцин поймал его. Он был старшим лидераном запаса. И тут же дал звание генерала. Тут же с улицы. Он даже в армии не служил. Я только в казарме прожил 8 лет. В казарме 8 лет. В армии. Заз-аппаратура всегда была. Лучшее подразделение и так далее. Но вот это, понимаете, в чем дело. То есть все разрушили. Все. До основания. И самое-то удивительное, что твоя команда, Вова Путина, она не способна ничего восстанавливать. Ну, посмотри на эти лица. Посмотри на, у нее даже такой присюм, такой хитроватый, такой, знаете, такой, хоть хитренький такой. А, я всех обманул, безграмотный, вот и все. Поэтому управлять ты не способен, Вова. Это совершенно очевидно. И ты должен уйти немедленно от управления. Ну, как я с тобой, сиди там, так сказать, головой мотаешь, чтобы тебя не посадили. Но ты хотя бы подбери себе команду людей нормальных, которые способны управлять восстанавливать хозяйство, которые все разрушены. Все. 70 тысяч предприятий были за эти годы разрушены. Я открыто говорил, когда я гусбанил там Ельцин со всей этой бандой и так далее. Все разрушено, все до основания. Фактически надо заново все с нуля начинать, понимаете. Поэтому не способен управлять. И то, что ты там ездишь, вручаешь сертификаты, должен 100 тысяч таких сертификатов вручить в год, собрать всех и вручить. И они должны жить, трудиться, накормлены, обучены быть, обуты. И система безопасности должна их защищать. Она должна не воевать там с диссидентами, с Навальным. Пускай он ходит, если ему не нравится, пускай и ходит. Это его законно-конституционное право. Она должна воевать с шпионами, бандитами, организованной преступленностью, но они не способны это делать. У нас нет системы безопасности. Ее нету в стране. Успокойтесь. Все вы развалили. Что там, я вижу, кто там сидит, те детишки, так сказать, и так далее. Даже, ну, прекрасно же все видят, что эти активные мероприятия там, они не поручают, потому что бесполезно. Все, все разрушено. Поэтому, Вова, уходи. Управлять ты не способен. Спасибо. Сделать, что хочешь, пошел ты нахуй. Спасибо. Ваш Бессонова, Сергей Борисович.